Закрыли на замок? Все, закрыли? Дом? Да. Все? Да благословит Господь. Едем на урывку. Экскурсия в пчеловоду. Шерстобитого Геннадия Павловича. Вот так. Вон и машина впереди идет. С самого начала снимешь и потом, когда будем первый мостик переезжать, снимешь. Можешь сейчас выключить. Потому что у нас и тропают, будто это было. А тут всего только сейчас с чем. Нет, у меня вот еще. Ну смотри, лишнюю-то не надо. Спи. Нет, Малыш, там. Переписитесь все, Господи, благословите. Дяде Андрею, дай Господи, не сонное состояние. Внимание. Здесь. Пудрое. Сейчас только пройдет и все, а потом подъезжай к первому мостику. Медленно, медленно, медленно поехали. Нам параплеты снять. Их четыре. Видишь как, дальше не могли провести, то прошина может урезаться. Все, тянет затянут. Все, ясно, сетя. Надпись с ними потихоньку, а дальше поезжать. Тут уж потеряем маленько. Диктуешь, что это такое? Первый мостик. Первый мостик, да. Вон, черный, это бальки на камышах. Это замедленное действие граната. Очень опасно, как бигфоргов шлют. А вон, на камышах. Вот, пожалуйста, красный. Что-то все видео. Это смысл, камыш, камыш. Вон, которая балька, если черная. Коричневая. Она начинает леть, она может сутками леть. Все. Слава Христу. Бальки. Слава это баль, непонятная. Бальки. Это то, что сложно называть микрофонами? Да. Поднялся, посмотри, потеряем. Дождик идет, объясняем. Сколько у тебя еще там? Записи? Да. Там много еще. Еще от этого, до конца. Снимай, поясняй. Какие здания видать, что, набрать, репрессия. Чемчий, а не придарить. Что у нас тут гибается? Судесно, шоворон поднимается, как весна. Как бы уже было. Так, перед басчет дом. Вот это вот дамба. Ширина 10 метров. Дорога, если так была, она на две дороги. А не, есть. А два метра. Видишь, вокруг, какая яма. Там машина такая идет, ножом режет. И по конвейеру сюда идет. Так, хорошо видать. Что-то непонятно, что там это, полосы такие. Водные. А это синий, это дьякон. Замотал эти. Сену, шовер. Тюки. Не знаю, как это не было. Круги. Рулоны? Рулоны. О, немножко очистилась. Видишь, как все получилось. Сколько времени, не знаешь? Сейчас скажем. Да я сам. 12 ровно, без одной. Ну, мы успеем на балерину пройти сейчас. Чтобы нет, что угодно было. Дождать сюда. Не сыро? Да, сыро, конечно. Ты говоришь, 76, да? Да. Они уезжают. Сейчас, дать не богу. 86,5. Вот, 10, без 11. 86,5. 11 километров. 11 километров. То, что мы обезжали далеко, или что-то, мы не обезжали нисколько. Они считают 9, мы считаем 8. Потому что мы напрямую пешком ходили. Здесь у нас храмы укрыт. Там здесь, видно, что мы делаем. Ну, что за столями. Домой приедем. Да. Я и уехал в Батюшкин. В Батюшкин дом. И гуси наши. И гуси наши. Самые красивые. Я не знаю, что я. Ну, да, согласен. Готовься. Какая-то так лопата. Готовься. В 10-ую виду. Да, да, да. А, какие нас сытные. Все такие тушенькие. Идет. Из-за у без родителей не растут. Ну, да, намахать те, кто-то. Смотрите, небольшие. Как один. Здесь намешают цветы большие. Вон, вон, половина. Надо пускать, половина. Маленькие. Дома подъезжаем к нашему. А куда тут столк делся? Тут любой же запролазм? Ну, видимо. А куда мы взяли? Да. Ночью работала, наверное. Так, все, берите, посмотрите, что еще у нас. Все, спасибо. Спасибо. Поливает-то неплохо. Марина. Марина, давай. Япон. Беги-беги под крылечко. Забирайте вещи, идите. Вещи забирайте, все свои. Окно мы не закрыли, сейчас сюда дождь попадет. Окно надо закрыть. Окно надо запечатать. Ну, все, это хорошо. Поливать не надо. Лишь бы Алексей успел нормально приехать. Набирайте там. Ну, все, брат, ты до дома? Да. Давай, с Богом. Все, пошли. Потихонечку. Лебедушка, как бы не начали ждать. Все, слава пристаю. Да, первым. Мы первым приехали на Газели. Успели. А сейчас вот Алексей Устинов должен других привезти. Вон он, подъезжает на машину. Вон он, подъезжает на машину. О, Владимир Юрьевич накупил меда себе. Так, и заказывали еще. Здарами. Здарами, да. Давай, давай, давай. Давай, давай. Ну, давай. Всех забрать. Ну, слава, давай. Живой, давай. Сейчас для занятия. Вот мы вернулись 21-го. В неделе в 10-м часу. Сейчас на 10-м. Я стою здесь, жду тебя, ты там что-то шаришься в темноте. Когда входили, вы уже стояли почти в сентябре. Я спрашивал. Он не здесь, он там работает. А кто? Смотри, что тихо мне снимают. Я говорю, не задавайте вопросы. Он рад отвечать. Дождь идет. Нам надо проехать глиняное место. Дамба. Если машина завиляли, то там или в воду, или к вертонашкам раз пять перевернется. Ну, внимание. Дальше продолжаешь. Как от Назойлева, это как Шариков. Отмахиваются в кинотеатре, когда сидят. Семечки щелкает и бросает. Ему замечание сделал. Форменталь. Дам его отстать-то от меня. Почему так ты повела себя? Можно объясниться? Еще объяснять. И вещь найдет. Объяснять нечего. Ехать надо. Ехать. Ехать. Потому что дождь размачивает дорогу. Без дороги нам тогда объезжать километра два не дальше. Уже на мосты, на мост мы не поедем. Там глина. Глина песком не посыпанная. И узенькая трасса совсем. А тут, значит, три метра глубины. А на то место, там, пять метров получается. Да, объяснять ничего не надо. Я не задавала вопросы. Я покупала мед. Игнатий Тихонович. Да тут уже не мед, уже о вопросах решился. Скорее садиться. Крайним случайом можно и без меда идти. Нам выехать. Вот сейчас, говорю, муж едет, и не интересно, где он ест. Стой, кто? Вот в чем дело-то. Я заботюсь приехать, а вы заботитесь самое большее – это мед. Но у нас задача-то была съездить на пасеку и приобрести мед. Все объясняется. Ты с медом там будешь сидеть неделю. Что тебе непонятно? Ты не была еще. Наши были в Попщину. Я не была, да. Дождь начался. И они живут там день за днем. Ну что, ну-ка, ну. То есть никакой задачи нет. Мне надо, и на этом конец. А мы заблокированы. Вашим самомнением. Понимаешь, начиная с малого на большого. Мы не хотим понять, что есть за этим сииминутским сегодняшним что-то дальше еще есть. Дождь начинает саморастить. Он переходит в большой дождь. Мы дорога не ведем, уже приходится очистительную работать. Дорога заблестела. Это означает, что вода уже не вмещается. Она уже пропитала верхний слой. Вот опыта никакого. Как ты убрать в сапогах ездить? На этом стоите. Я даже не могу за руку тянуть или что. Так а мы мед взяли. Так да как. Рассказывают. Они поехали, Сергей и Виталий. И они там жили. Да ладно, такие мужики. Пошли по соседям. Что вы делаете? Одновременно. Машина стоит, он поработает. Он зарабатывает по соседям. По обстановке надо смотреть. Меняются, я сразу меняю. Все оборвано, немедленно садимся, уезжаем. Нет, у нас еще по программе нет. Программа твоя может неделю там быть. Мы хозяев надоели, он уже устал. Он не донемогает. Мы сезли, все хорошо. Но вот это вот меня все время сшибает. Так, вот это что у вас осталось? Чья? Не знаю. Кто последнюю комнату там, столовую покидал? Не знаю, не я. Да я же день и ночь дрындил вам, что? Закройте дверь, чтобы кошка не попадала. Там мясо, рыба, все осталось. Все равно открыта дверь. Вот так открыто заходим, все, кошка. Где угодно может наесть и всего. То есть у вас никакого понятия нет, что это жизнь. Жизнь, а не прихоть. Прихоть ищи свои нравные. Как можно было так? Вот закрывали, ну проверил. Ты же видишь, что за люди. Говори, не говори, это ветер в голове. Дверь открыта. Что дальше? Все, что мы сказали, торопимся, оставьте открытым. Все выбрасывать надо. А что тебя спросят, что стоишь и встал бом? Вы меня вообще выгнали и то, поэтому я не выполнил. Я выгнал, потому что вы ведете себя не так, как надо. Я поэтому выгнал. Сказал, обойдетесь без этого. Понимаете, у вас подчинения-то нет никакого. Учись здесь, за этим приехала. Вот хорошо, осталось мясо. Как его теперь здесь? Кошка ела, мне неизвестно. Как прошла, рукой отмахнула. Мои-то слова закрыть, чтобы все было целое. Ваша, вообще бездумная, махнула рукой и по долому пошла. Нехорошо это. Я одного человека должен все время пасти. Вот у меня такой второй Виталий. Сейчас ехать, мы сели все в машине, Виталия нет. Где он? В туалете застрял? Неизвестно. А он там помогает. Да что помогать, когда там берут хозяева сами? Стоит даже нужно. Ну садись скорее в машину. Идет в развалку. Просят, садись, снимают ролик. Как будто мы в одинаковые, только разного пола. Виталий, садись. Виталий, садись. Ну Марина, знаешь, я послал за ним человека. И человека, и человека того нету. Где они? Я возвращаюсь. Я был где-то раз. Теперь шофер один. Мы едва-едва приехали. Девочки, где-то раз. Коля, ты не знаешь? Нету его там. Вы что я говорю? Закисывайте себе. И думайте, а как дальше еще будет? Тебе спорить не надо. Надо готово. Вы здешняя, знаем погоду. Делать так, как говорится. А что каждому пустяк объяснять? Когда он уже прожитый, и другого варианта нету. Вон она идет. Вот теперь такая вся дорога. А вы раньше приехали, а раньше бы выехали. Тут я мог командовать еще. А там я уже никак. Прячься здесь за пчеловодом. Все у меня. Это ваша дорога. Кольца на стол положила. Видите, вот это все. Стоит здесь. Крыму поставили. Неделя почти стояла. Но можно было сказать, хотя бы. Сказали. Оно уже высохло, уже жевать нельзя. Главное, в холодильник ссунули и успокоились ровно на неделю. Все нормально? Не мне же лазить по холодильнику. Три. И все, как будто стеркся. Нормально посолили, поймали, вычистили и забыли. Вы сами, маленько, гляньте, что делать, Путин виноват? Еще бы не сделали, все, Путин виноват. Не могла сказать, у нас есть рыба тут. Хотя бы один раз. Мета такая же. За неделю ни разу не упомянули про эту рыбу. А из-за чего? Из-за того, что твоя Рианна боится. Как ты это сказал? Они оставили. И сказали, я тебя оставила сама. Тебе об этом не надо говорить. Ты промахнулась и сказала, я себя наказываю, я если буду. Свою его оставлю. Ты уже с другим вариантом разговариваешь. Вариант один, гляньте. И тогда это конструктивная программа. Ты будешь исправляться, что тебя корить. А так, виноват он. А тебе говорил, мать какая-то? И уменьшайся, то без шоль. Она означает, я говно. Виноват ты. И вот так пальцы. Я бы позвонил переводчику, может ошибаются. Нет, так и идет. А майку надел, он даже не видит, что там написано. Я говно, а ты виноват. Виноват нет. Виноват я. Я вообще виноват. Что я себя не развил. Друзей не приобрел. Характер скверный. Проще, проще развелся. Жена ушла. Или муж ушел-то были. Ну, это я виноват. Я. Ты посмотри, как люди живут. Вот крайне живут Андрей, Ирина. Ждут сколько, четверо, и пятеро ребятишек, наверное. Три сына и две дочери. Как они живут? Не разводятся же? Она городская, приехала. Она одна в деревне, которая ко мне тайно приходит. Разобрать, Саш, почему мой сын так взял? Она скорбит об этом. Ирина, давай помолимся. А почему вот мою дочь это так было? Это что я виновата? Она работает над собой. Грудь открыта. Я ей сказал, все закрыто. А другому, говорит, кол на голове эти шеи. Ему бесполезно. У нас пример живой. Вот Анфиса и там, Лисовета и дочери. Я буду говорить. Будете мы, слушатели, не будет, оторвок и верить. Ты говори. А там видно будет. Девочки, наши сланцы. Сейчас Галя, мне надо утешить ее. Она погода, это я думаю, что Саша, что-то будет говорить. Я выбираю момент. С вами говоришь, ее властность поставь. Я вижу, что она будет. Не заботлива. Не ходи, не ходи, собирай. Пожалуйста, собирай. Мы можем оставить его, ничего не потерять. Он приедет, его даже хранит. Пасаемся. Уезжать надо. Наторно, глядывая, где у него, видите, погода, позволяет мне. Он хотел вчера приехать. Вот я хотел, у него петлили. Она понимает, что он этим может доказать. А этого не надо. Два строя только. У меня три жены, я поправляюсь с вами. Я вас подкрыла свое, взяла, и поэтому не отмахиваюсь от вас. Там все в баночке лежат. Это кому-то отдать. Видишь, сколько. Вот тут не отрежали, и вместо этого вот сюда выкидываешь. Да, вы нашел. Вот, смотри, по порядку. Да, я слушаю. Я слушаю. Вы это могли сделать здесь? Показал, как делать, и сделали. Вот оно что. Да. Ну что тут, ну нормально что ли? Че, че, не понял? Я показал, как обрезать, как. Все, вот оно, уже заложили. Не надо обрезать. А, все понял, ладно. Была просто первая паста. Это разнеси нет. Это все можно сейчас поправить, обрезать, это размощить сухари, и я съем. Я не посмотрю, что я желал. Не посмотрю, почему. Я люблю жить экономно. Мне это достаточно будет.